В эти минуты на Красной площади начинается генеральная репетиция парада в честь победы Великой Отечественной. Все точь в точь, как будет 9 мая. Все так же торжественно и даже так же волнительно. И вот сейчас мы получаем кадры прямой трансляции. На ваших экранах Красная площадь. У стен Кремля выстроились пешие военные колонны. Сейчас мы слышим бой курантов. В параде в этом году примут участие 10 тысяч солдат и офицеров. Позади больше месяца тренировок и дневных, и ночных при любой погоде. И вот сегодня последняя, самая главная репетиция. Колонны замерли, парадные расчеты, как еще называют коробки. Все сделано для того, чтобы в день праздника все прошло безупречно. Итак, готовы выехать на брусчатку и механизированные колонны. Военная техника, которая рано утром вышла из временного парка в Нижних Мнебниках, выстроилась на Тверской и ждет своей очереди. Там же находится наш корреспондент Тимур Серазиев. Он выходит на прямую связь со студией. Итак, Тимур, что у вас сейчас происходит? Доброе утро. В самом центре столицы самая современная и самая надежная боевая техника, проверенная временем. Отсюда до Красной площади 700 метров вы можете видеть башни Кремля. Там начало колонны, там легендарные танки Т-34. Окончание колонны у Пушкинской площади. Всего здесь 4 колонны. Сейчас так стоит техника. Первыми начнут движение левые 2 колонны, а затем те колонны, которые сейчас находятся справа. В самом конце, там, вдалеке, сейчас вы сможете это увидеть, находятся наши гулливеры. Комплексы Ярс. Рядом с ними зенитные комплексы ПВО С-400 Триумф. Их не случайно называют Триумф, потому что нет аналогов в мире этим комплексам. Кстати, эту фразу «нет аналогов в мире» можно говорить про многие единицы техники, которые представлены здесь. В частности, зенитно-ракетный комплекс Панцирь С-1. Вы видите, здесь 12 орудий, 6 с одной стороны, 6 с другой стороны, и между ними мощный радар. Уникальность этого комплекса и в том, что он может вести огонь, когда машина движется. Конечно же, всю эту технику готовили к параду, но что особенно важно, большинство машин уже стоит на боевом дежурстве. В частности, хорошо зарекомендовавший себя танк Т-90. Вот он. У этого танка, кстати, есть и имя собственное. Владимир, в честь конструктора. Обратите внимание, в каком состоянии танк, как блестит броня. Военные ее натирали практически каждые 5 минут. Мы знаем, что эти танки грязи не боятся, но сегодня все должно быть идеально. И вот военные уже на своих местах. Волнуетесь? Немного. Удачи вам. Обратите внимание на ствол. Как говорят эксперты, танк Т-90 имеет длинную руку, дальность стрельбы 5 километров. Не каждый танк может похвастаться такой характеристикой. И там внутри современная начинка. К примеру, здесь вот лазерное наведение нового поколения. И еще хотел вам показать одну деталь. Это гусеницы. На них установлены специальные резиновые накладки. Про это, в принципе, многие знают. Тем не менее, посмотрите, в каком состоянии эти резиновые накладки. Они уже стерлись за время репетиции. И они здесь для того, чтобы асфальт не портился. Но техника действительно тяжелая. И все-таки следы на самом асфальте на дорожном покрытии остаются. После 9 мая придется Тверскую все-таки обновлять. И сейчас уже все готово к началу репетиции. Эта техника шла отсюда, как вы правильно сказали, с окраины Москвы. И мы вместе с этой техникой проехались, чтобы вы, наши зрители, могли видеть то, что обычно остается за кадром. Одно лишь колесо размером практически с человеческий рост. Неудивительно, что на параде все внимание вот таким вот большим участникам. А на относительно маленькие машины, такие как эта, безбашенные, в прямом смысле этого слова, внимание обращают не все. Напрасно. К примеру, это БТР нового поколения. В десантных войсках его очень ждали. И сегодня мы решили проехаться именно на этом БТРе. Он называется «Ракушка». Возможно, потому что люк десантники открывают ударом ноги. Раньше была обычная ручка, но она могла ломаться. К тому же, во время боя у десантника руки заняты. Мы внутри. Ждем начало движения колонны. Колонна в движении, скорость 15 км в час. И у нас с вами есть возможность разглядеть подробности этот БТР. Обратите внимание, сколько здесь места. Тот, кто ездил на предыдущих моделях БТР в МДЗ, знает, что обычно сидеть неудобно, тесно. Здесь все совсем по-другому. Есть место для 14 десантников. Сами сиденья мягкие. Это важно, особенно при длительных марш-вросках. В случае необходимости сиденья складываются и убираются. И здесь есть место для боеприпасов. Чтобы опасать население с раненым. Рядом со мной войница. Эта металлическая часть убирается. Сюда вставляется в автомат. И десантник может вести прицельную стрельбу. Он ходит, оттенка происходит. Снаружи, вот через это окно, оно устроено по принципу перископа. Еще одна важная деталь. В ракушке всегда свежий воздух. Когда люки затраены, здесь действует система очистки воздуха. И, конечно, десантники лучше меня знают о достоинках этой машины. Какие главные преимущества ракушки? Только функциональная. Приместимость большая, а местно много. Вы уже тренируетесь давно, тем не менее, волнуетесь? Да, есть такая. Скажите, когда вы на Красной площади или на репетициях во время парада, вот о чем вы думаете? Ну, о том, как вы гонские приветствия дайте, чтобы все было. Спасибо, спасибо, удачи вам и сегодня, 9 мая. И, конечно, самое интересное, там впереди вот это место механика водителя. Управлять ракушкой намного проще, чем предыдущие модели на БТР. Две педали, газ и тормоз, коробка полуавтомат, вместо руля штурвал. И, конечно, как во всех современных машинах, есть бортовой компьютер. Этот бортовой компьютер может в случае необходимости задушить двигатель. Сейчас же здесь вся необходимая информация о движении. Рядом командир, он же стрелок. Там наверху два пулемета. Один из них подворачивается на 360 градусов. Год назад на параде на Красной площади стоял презентация ракушки. А уже сейчас первые единицы этой машины поступили на боевое дежурство. И мы, кстати, уже выехали на Тверскую и можем увидеть центр с наличной с высоты брони. Итак, Москва. Дороги перекрыты. И по этой дороге, по Тверской, по главной улице едет колонна военной техники. Повод праздничный. От этого настроения, конечно, только улучшается ощущение в эти мгновения непередаваемые мурашки по коже, если честно. Потому что здесь сейчас чувствуется мощь российской армии. И я хочу, чтобы вы, наши зрители, также увидели то, что видят сейчас военные. Прошу оператора повернуть камеру вперед. И вот именно так выглядит Москва с высоты брони. Добавлю, что в лицо дует свежий ветер. Ветер очень шумно, уши закладывают. Но от этого настроения хуже они становятся. Мы выезжаем на Пушкинскую площадь. Посмотрите, сколько людей. Все они пришли сюда. Мы можем им помахать, поприветствовать их, в отличие от военных. И с другой стороны тоже стоят люди. Я прошу оператора показать. У всех настроение хорошее, все радуются. И мы уже подъезжаем к конечной точке нашего маршрута. Очень скоро техника остановится. И мы будем ждать начала репетиции. Тимур Саразиев, Первый канал.